Мы включаем Hyper-V в нашем Windows 10 Значит, опять же, пользуемся инструкцией Открываем панель управления Значит, находим программы и компоненты Значит, так, секундочку Программы и компоненты Вот Ну, а дальше включение или отключение компонентов Windows Ну, и здесь вот ставим галочку Hyper-V Смотрим, чтобы две галочки ниже тоже были поставлены Ну, короче, ставьте просто напротив Hyper-V галочку Нажимаете ОК Ну, а дальше идет поиск требуемых файлов Кстати, первый раз, когда я это делал У меня заняло значительное время Видно, он что-то действительно скачивал Значит, искал в интернете Скачивал И, значит, вот сейчас все быстро Да, до этого я ждал несколько минут Ну, и после чего нам надо перезагрузить компьютер Ну, это все по инструкции Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому